Сегодня вторую ночь переночевали перед Белым домом участники первой палаточной акции протеста. Переночевали нормально. Мы ведь люди, как сказать, селяне, мы привыкли к минимуму благоустройства. Поэтому, когда вам задают такие вопросы, как вы себя чувствуете в палатках там, ну мы же, вот многие из нас учителя, то есть мы постоянно здесь где-то в походах, где-то в лагерях, поэтому это вообще нормальная, нормальная обстановка. К 32 представителям тугулымских бюджетников подъехали солидарные беззарплатные. Табарыри, Вда, Тавда, на подъезде Артемовским. Если не хватит места, поставят еще одну палатку или палатки. Был бы дневник посещения почетных гостей, заполнился. Наиболее памятен палаточным жителям вчерашний вечерний визит главы их тугулымского района господина Коробейникова. Он, проюркнув правительство, даже не подошел к своему народу, а через два часа вышел. Подписание трехстороннего соглашения областра и администрации бюджетники не состоялось, а именно этого они добиваются. Появлялись также кандидаты в губернатор и Сарваров Чусоветин объясняли, что если бы они, депутаты облдумы, вели интересные разговоры. Во-первых, чуть ли не каждый из них решал в свое время вопрос по тугулому, конечно. Во-вторых, проблемы бюджетников следует решать политическим путем. По замечанию палаточных жителей, уж сильно они депутаты лощеные. Произошли два инцидента, которые палаточные протестанты характеризуют как подкуп. Господин Нестеров, глава облобразования, предлагал учителям переселяться куда-нибудь, где поудобнее. Также просили заполнить справочку список протестантов с тем, чтобы им и только им выплатили зарплату. Такие же справочки просили запомнить бастующих метростроевцев. Отказались идти этим. За 30 учителями в палатках сотни учителей. Таких же 11 месяцев без зарплаты, при том, что молодой учитель, например, в Тугулымском районе получает 230 рублей, а техничка 100 рублей. Это три бутылки масла. Мы просто люди, которые добиваемся того, чтобы нас услышали и выполнили наши требования. И вообще-то здорово, что сегодня уже здесь мы не одни. То есть не просто уже свердловчане проходят, нас поддерживают, а уже вот с нами и ревда, и таборы, ну прекрасно просто. Спасибо.